На самоизоляции продолжают находиться граждане из групп РИСК и больные COVID-19 на амбулаторном лечении. На постоянной основе волонтеры привозят им необходимые лекарственные препараты. О том, как организован процесс получения медикаментов и доставка к двери в следующем материале. Пакеты с медикаментами каждый будний день волонтеры забирают из аптеки и отвозят тем, кому они так необходимы. Людям с хроническими заболеваниями старше 65 лет и находящимся на амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции людям. На дом вызывают терапевта, он им выписывает рецепт, соответственно, в поликлинике волонтеры эти рецепты забирают, относят в аптеку, там формируется пакет уже по льготным рецептам, и волонтеры каждый день с пенедельника по пятницу развозят данные лекарства. За день таких пакетов с медикаментами может быть от трех до двадцати-тридцати, и каждый из них без задержек отправляется к своему адресату прямо из рук волонтеров. Волонтеры сами могут к нам прийти, захотеть, изъявить желание поучаствовать в акции. Плюс они могут еще заполнить заявку на сайте «Мы вместе», и мы их уже добавляем к себе в беседу, где пишем все заявки, и волонтер откликается, тот волонтер, который может отработать данную заявку. Привез вам лекарства, видимо, для вашей супруги. К добровольцам решил присоединиться и депутат Государственной Думы России Сергей Коткин. Он лично разнес необходимые медикаменты по заявкам для людей старше 65 лет. Я счел своим долгом сегодня с ними поработать, походить, посмотреть, что это такое, и не на себе почувствовать вот эту работу. Огромное всем спасибо, просто низкий поклон. У нас замечательная молодежь, которые действительно достойные представители наших отцов, дедов и прадов. Низких и абсолютно безвозмездно, по доброй воле встали, пошли и помогли. Волонтерским центром «Единой России» совместно с региональным ресурсным центром добровольчества такая поддержка оказывается регулярно и безвозмездно. Обратиться за помощью в доставке медикаментов можно по номеру телефона 601-88.